Аплодисменты Ни чай, ни кофе пить они не будут Они не пьющий у нас народ В конце концов, артисты к вам по делу Не пить баклуши, не есть оладьи Они вам принесли, чтоб сердце пело Из выступлений калейдоскоп Если сравнивать иностранных мужиков с нашими То на первый взгляд наши им уступают Но это только на первый взгляд А если забраться, то есть такой анекдот Поспорили три строителя Англичанин, американец и наш Англичанин говорит, мы начинаем 1 января В 9 утра строить мост через Темзу А через год по нему уже едут машины Американец говорит, а мы 1 января В 9 утра начинаем строить отель А через полгода в него уже заселяются жильцы Наш говорит, а мы 1 января В 9 утра начинаем строить пивзавод А в 10 уже все керные А какое у наших мужиков Отношение к искусству Американец ходит по Лувру О, ес, вандерфул А наш подходит к Венере Милосской Какая тёлка И Венера стоит вся розовая от смущения И гордая от счастья То есть наш человек, даже её каменное сердце Сумел растопить своей непереводимой игрой слов А в драке нашим вообще равных нет Японцы как дерутся? Перед дракой японец обязательно скажет Я занимаюсь дзюдо В клубе «Хромой дракон» И у меня ещё чёрный пояс по карате А наш в ответ А у меня рессора от трактора «Беларусь» И так это рессоры навешает Что японец забудет, какой у него дракон И даже как пользоваться унитазом Француз идёт в зоопарк И первым делом спрашивает Увидев тигра в клетке Сколько в живой природе осталось таких вот тигров? Оно ему надо знать это, а? А наш тихонечко встанет у клетки с тигром Стоит-стоит Потом как гарпнет И на одного тигра в природе сразу меньше Англичанин помнит слова Мой дом, моя крепость И все вечера проводит свои крепости с женой и детьми Наших мужиков никогда вечером дома не застанешь Потому что они наследники Суворова И любят брать чужие крепости Китайцы серьёзно относятся к браку Вступил в брак и живёт Нашим супружествам нравится только до брака Зато наши очень любят выполнять супружеские обязанности Как пионеры всегда готовы Из-за себя, из-за того парня Говорят, итальянцы очень щедрые Могут подарить женщине кольцо с бриллиантом Арабские шейхи даже браслет с изумрудами Только до наших им всё равно далеко Наш не станет мелочиться Он всегда готов подарить звезду с неба Да что там, весь мир готов положить к её ногам Итальянец сможет полгода петь серенады Пока женщина ему не уступит Наш только один раз пойдёт с ней в бар, в караоке Споёт ей песню про Владимирский Централ И женщина ему шепчет Всё, что хочешь, только больше не пой Австрийец на лыжном курорте что делает? С утра до вечера, как дурак, катается на лыжах И для неё это необзабываемый отдых Она ж всё сделает, чтобы жена этого, австрийца Навсегда запомнила отдых в горах И фразу этого загадочного русского Моя Надя тоже так нравится Ещё одна деталь Характерно, что иностранцы пашут с утра до вечера Думают только о своей карьере А наш человек горы готов свернуть Только бы ничего не делать Китаец, как открытая книга на китайском языке Сколько в неё ни смотри, ни черта не поймёшь Наш, как открытый учебник по высшей математике Вроде всё написано по-русски, но хрен чего разберёшь Ну и, конечно, мы пьём так, как им всем не снилось Немец нальёт себе брюхо пивом Поржёт и домой гейн-шпациран Американец нальёт себе 30 граммов виски Разбавит стаканом содовой И посадствует весь вечер А если уж надумает напиться в дупель Так хватанёт полстакана рома Порёт и можно выносить Наш человек как засосёт бутылку водки Без закуски Рукавом как занюхает И орёт, как американец И ржёт, как немец И ничего ему, только мешки под глазами Правда, большие мешки на полу стоят А самое главное наше отличие Это то, что для их человека Самое страшное, когда начинаются проблемы А для нашего, когда они заканчиваются Потому что для нашего человека Конец проблем означает конец жизни А вот скажи Кто у вас в доме хозяин? Ты или жена? Конечно, я А почему ж, когда ты выпьёшь Ты спишь под дверью? А я хозяин Где хочу, там и сплю Мат Они успех когда-то заслужили На кроликах карьеру проложили И с каждым годом к ним любовь сильнее А значит нужно идти вперёд в шахмат Жить не могу без вашей доцки Как организм без левой почки Дядь Валера Отстань Согрели висни, как чересни И сердце лупит Как мотор То из-за острова настрезень Выходят Нас и красивые, милые, такие молодозоны На нас Симпатичненький Простор Дядь Валера, дядя Валерочка Пожалуйста, ну помоги мне Дядь Валера Ну ты ж в этом же специалист Дядя Валера Я же без тебя никуда Дядя Валерочка Ну дядя Валера Долбог, племянничка Отстань я тебе сказал Дядя Валера, ну пошли Ну позжи Ну позжи Ну позжи Ну позжи Анатолий, я тебя уже позвал Что от меня еще очень Дядя Валера Ну пожалуйста, пошли ещё у кого-нибудь Со сматами, мам Тертежу уже нету, как невесту, хочется Дядя Валера, а ты из стихов ходить, только время терять, а? Дядя Валерочка, ну а все, я опять уже приснилась. Знаешь что, Толик, тебе каждый день что-то снится, я что в этом виноват? Толик, ну ты мой племян, дорогой. Да, да. Мы уже 16 девчат сосватали, а ты так ни на одной и не снился. А что, твой дядя Валера сразу переводите разговор на другую тему? Толик, а что-то от меня хуже. Я, дядя Валерочка, хочу сделать так, как сейчас принято. Сватовство, свадьба, долгая счастливая семейная жизнь, на утро развод. Толик, да в чем дело, какие проблемы, я не понял. А проблема в том, дядя Валерочка, что вы сватаете всех так, что все начинается сразу с развода. Я в этом деле профессионал, я уже 15 лет в сфере братственных услуг работаю. И я говорю, все как надо, правильно. Толик простяется с волей, хочет взять он в зоны Олю. Красиво, красиво. Только сватали там и Наталью. А Наталья в рифку не попадает. В рифку не попадает, а сковородкой по голове попало. Да я что, виноват, что у тебя такая подсказа не промазать. А что у тебя с Полиной не так вышло? А что с Полиной, что с Полиной? Толик пролетает с Олей, хочет взять он в зоны Полю. Красиво. Красиво. И потом добавили, васа Поля с красной розой хочет выйти за Сережу. И Толик, ну там издалека было видно, что она не красавица. Она-то, ладно, я-то не Сережа, я-то Толик. Слушай, Толик, где я тебе стихомно сочиняюсь такое имя? Нет, вы молодец, очень хорошо у тебя. Иди сам, пожалуйста, и сватай, раз ты моему опыту не доверяй. А то главное, сам молчит, как на рыбалке вырос. А дядька во всем виноват. Я ходил. И что? Сказал, как вы меня учили. И? У вас товар, у нас купец. Ну? Ну что, а ты мне и втюхали, 8 щенков и холодильник бездвертный. Толик, ну не так сейчас это делать, издалека нужно находить, издалека. Нас, царевица. Вот, домой. Пустил стрелу, а ваша царевна ее подняла. Дядь, ну что вы такое говорите? Какая царевка? Да там же по сюжету жаба была. Да какая разница жаба или шкур? Главное самое дело, это что на поцелуев. Как она дойдет на поцелуев, когда они все говорят, что с крокодилами не целуются? Толик, а какие мои тут проблемы? Я не понял. Хорошо, хорошо. А с Оксаной что у тебя не так? Чего с Оксаной? Я тебе ее сосватал? Сосватал. Я даже тебя на свидание отвез. Я все сделал как нужно. Чего у тебя там все и не получилось? Как оно могло получиться, когда свидание было в тюрьме через решетку? Экзотика. Хорошо, хорошо. А с Веркой что ты так? Верка красивая. Что тебя плохо она приняла? Нет, Верка хорошо приняла. Ого, я у них целый месяц жил. О, в коридоре. Никто внимания не обращал. Только мусор заставляли выносить. Толик. А? Племя свой дорогой. А у тебя случайно в роду идиотов не было? Нет, только вы. Толик. А? Где ты сейчас работаешь? Я? Да, ты. В полиции. Ты? В полиции? Кем? Фотороботом. Бам, мороз. Толь. А хороший мой племян. Сыгдал о том. Так кто с тобой молдит? Кто с тобой милит? Толь. Толь, у меня к тебе лично моя просьба. Ты, пожалуйста, скажи там своим, передай своим кому-нибудь, чтобы меня не штрафовали за то, что у меня только одна фара горит. Толик, я на мотоцикле езжу. На мотоцикле. Дядька Валерочка, я скажу, я обязательно скажу. Да я для вас все что угодно сделаю. Дядька Валерочка, только живую. И для меня, дядька Валерочка. Да, дядь Валерочка. Да, пожалуйста. Пожалуйста, дядь Валерочка, пошли сейчас быстренько посватаем кутерявую длинноногую блондинку. Ого. Господи, хорошо, как ее зовут? Кого? Кутерявую длинноногую блондинку. Так это три разные девчонки. Толик, ты больной. Чего? Толик, слушай. Чего? Купи себе резиновую подружку и не морозь мне голову. Я покупал. И что? Я ее на такси домой привез. Молодец. Фрукты купил. Отлично. Вино открыл. Молодец. Цветы подарил. Ну? На танец пригласил. И отказала. Я ее точно так же сделал. Слушай, а ты ее надувал? Толик, ку-ку. Чего? Я понял, почему ты никогда не зайдешься. Почему? Потому, что ты, Толик, придурок. Почему? Иди, Толик. Иди, иди, морозь. А вот Юль, ты так хочешь улететь. Я хочу петь. Я хочу петь. Я хочу петь. Я хочу петь. Милая, но у нас нет собаки. Вася, не гавкает. Смотри-ка, тишина, не слышно смеха. Что, все уснули? Нет, попритихли. Тогда готовьтесь, будет вам потеха. Держитесь крепче. За животы. Вася, фу. Предыстория следующая. Один мужик сильно пил. Кодировали его, торпедировали, цепями к батарее приковывали. Но он цепи перегрызал и напивался. И тут его жена узнает, что какая-то старушка продает лекарство от пьянства. Она делает там какой-то на водяной бане, на дубовой коре какой-то там свой рецепт. Она пришла к старушке, попросила продать это лекарство. Старушка согласилась, но она была уже сталенькая, реноска подслеповатая. Поэтому слегка перепутала и вместо лекарства от пьянства выкатила и бидон чистого спирта. Жена прикатила бидон домой, подписала лекарство от пьянства. И начала лечить мужа от алкоголизма. На десятый день лечения муж выглядел примерно так. Я полностью победил алкоголизм. Тяга к спиртному прошла абсолютно. Пью лекарство, как прописали. Четыре стакана в день. До еды. И пять после. И шесть на ночь. Вы не поверите. Желание выпить отсутствует полностью. Я думал, лекарство будет противное. Нет! Очень приятный вкус. Что-то напоминает. Не могу понять, что, но что-то это более знакомое. Жена мне говорит, я думал, а ты не захочешь лечиться. Придется тебя заставлять, а ты молодец. Уже в шесть утра бежишь, с ковшиком только слюни капаешь. Я говорю, это потому что я ненавижу этот проклятый алкоголизм. Горел он с сильным пламенем. Кстати, лекарство хорошо горит с сильным пламенем. Одного не могу понять, почему ко мне, абсолютно трезвому человеку, стала приходить белка. Я говорю, что ты приперла, скотина рыжая? Я не пью. Она рожет, как лошадь. Соседка узнала, что я пить бросил. Попресила с мужем поговорить, чтобы он тоже бросил. Ну, я пришел, позвонил в дверь. Открыл муж в трусах. На голове. Мы пьяны. Я ему говорю, как тебе не стыдно пить? Ты алкоголик. Фу на тебя. Ладно, у меня есть лекарство. Оно тебе живо поставить на ноги. Мы лечили три дня. На четвертый день он не столько встал на ноги, но и на руки. И с тех пор так и ходит. Даже спит. Не, лекарство отлично. Заметил, что чем больше я пью лекарства, тем жена становится все красивее и красивее. Даже теща как-то похорошела, как ей идут эти кокетливые усики до плеч. Я раньше, когда пил, у меня всегда аллюцинации были. А сейчас не пью и никаких аллюцинаций. И даже вот этот бобер в зеленых шортах. Ну, вон он стоит. Он мне говорит, Гена, ты молодец, что ты бухать перестал. А то б тебе всякая фигня умерещалась. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. По пять раз одно и то же повторял. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. Пьяного человека, кроме водки, ничего не интересует. А меня вчера на музыку потянуло. Весь вечер на баяне играл. Тут жена, зачем ты разогнул батарею? Занялся здоровье. Вышел на балкон с голым торсом. Делал зарядку, приседания, круговые движения тазом. Народу собралось куча. Пальцами меня тычут, фигурами ей любуются. Тут теща опять говорит, как тебе не сына. Ты хоть бы трусель надел. На Новый год нарядился Дедом Морозом. Пел, танцевал, хороводы водил. Тут теща. Я говорю, с Новым годом, Лидия Васильевна. Она говорит, какой Новый год, придурак. Только 15 июня. Что ты вертишься вокруг кактуса в моем барном халате? Вчера всю посуду помыл щеткой. Теща опять недовольна. Зачем ты моешь посуду в унитазе? Что ты ее трешь унитазным ершиком? Вплоть до того, что с этой посудой не жрет. Даже жене пожаловалась. Галя, что это у меня такое ощущение? Что он у нас тихаря поддает? Жена говорит, да не может этого быть. Он везде на моих глазах только лекарства пьет. Ну, пошли, пошли, они попробовали лекарства. В общем, сейчас мы лечимся всей семьей. Жена поет, теща играет на шотландской волынке. Дует в кружку эсмарха. В общем, живем в полной гармонии. Единственный минус, в туалете долго сидеть не могу. Теща ломится, Гена, вставай. Мне надо посуду помыть. Так что, граждане, не алкоголики, не теряйте надежды, и вы сможете стать таким же респектабельным и серьезным, как я. Все на лечение. Все мужики козлы. Да, дорогая, абсолютно с тобой согласен. Все мужики козлы. И ты тоже. Да, безусловно, я самый большой козел в мире. Тогда почему я вышла за тебя замуж и живу с тобой столько лет? А вот теперь, дорогая, мы плавно переходим к теме, что все бабы дуры. Давненько я о цапике не слышал. Когда он пишет, его не видно. И скоро монолог он свой допишет. Уже закончил. Несет сюда. Зашел в универмаг, а там реклама. Трусы от Трусарди. На прилавке целая гора. И что интересно, на каждых имя впереди написано. Коля, Жорик, Василек. А что, здорово придумали, очень удобно. В каком бы состоянии ты не заснул, утром прочитал, как зовут, и сразу ясно, кого разбудили. Мужики стоят, выбирают. Один нашел даже с надписью Хайрула Абдулаевич. Радовался, как дитё. Я нашел с надписью Лёшенька. Завернули мне покупку, передали на кассу. Я пришел к кассиру, говорит, вы у нас тысячный клиент. Делаю вам скидку. Я заплатил, взял пакет, пришел домой. Оказывается, на кассе пакеты перепутали. И мне положили женское белье. Размер просто нечеловеческий. Шесть иксов Л. Я их как парашют полтора часа сворачивал. Пошел менять. Подхожу к кассе и говорю, девушка, сегодня утром я у тебя оставил свои трусарди. Какой-то косой мужик тихо сказал, везет же людям. Где хотят, там свои трусарди оставляют. Кассирша на меня глаза выкатила. Говорит, ничего вы у меня сегодня утром не оставляли. Народ в магазине замер. Уши навострили даже манекены. Я говорю, нет, милая, ты вспомни, ты же еще сказала. Мужчина, делаю вам скидку, вы у меня тысячный клиент. Народ в зале зааплодировал. Рядом с кассой протирала пол уборщица. Она выронила швабру удивленно. Говорит, о, Танька дает. Тысячный клиент. А я смотрю, что она все время ходит сонная. Кассирша Таня пошла с синими пятнами. Бабзин, вы че? Да мне еще до трища. Старичок в шляпе успокоил. Ничего, девонька, какие твои годы? Наверстаешь. Мужчины в магазине стали хором сканировать. Наверстаешь. Навер... Поможем, поможем. Говорю, бабы, мне бы насчет... Бабзина рякнула. Цыть, ходок. Хаж надо. Ну, двести мужиков. Ну, триста. Это я еще мол... Ну, тысяча. Даже в мозгу не помещается. Хайрула Абдуллаевич тихо сказал. Зачем киритикуешь? Девушка молодец, передовик производства. Мужчины одобрительно зашумели. Слава передовикам производства. Женщины возмущенно загудели. И сошлись на том, что по нашим временам тысяча мужиков одно, это уже хамство. Бабзина никак не могла успокоиться и взяла меня за галстук. Вот ты мне скажи, ну, где у мужиков глаза? Ни рожи, ни кожи. Вся кривая, косая. Кассирша Таня стал оправдываться. Бабзин, отстали вы от жизни. Когда ни рожи, ни кожи, это называется гламур. А шо, кривая и косая, так я еще не сформировалась. Выровняюсь. Говорит, солнышко, верни мои трусарди и формируйся дальше. Бабзина говорит, рот закрой, тысячный. А ж надо, скидки она делает. Мы в молодости, конечно, не без этого. Но шо бы за деньги? Такого даже в мыслях не было. Магазин замер. На бабку, которая в молодости о деньгах не думала, смотрели как на дуру. Даже манекены. Люди стали кричать, верни мужиков, мужику трусы, дело к зиме. Кассирша орет, мужчина, утром были не вы? Женщина с сумкой заволновалась. А кто был, кто? Девонька, ты вспомни. Может, такой вот косой Альбертик? Так я его грохну. Народ в зале подхватил. Грохни, грохни, поможем, поможем. Кассой Альбертик тихо заплакал. И тут со склада пришла продавщица, говорит, господи, как хорошо, что вы пришли. Ради бога, извините, мы вам чужую покупку всунули. Я взял пакет, открыл, проверил. Мои, Лешенька. И открыточка лежит. Вы стали тысячным покупателем нашего магазина. Примите наш скромный подарок. Путевку в Сочи в августе. В августе захожу в самолет Москва-Сочи. Смотрю, кассирша сидит, Таня та самая. И я вам скажу, выровнялась значительно. И практически сформировалась. Я спрашиваю, как жизнь? Она говорит, у меня такая печалька. Вышла замуж, а мужа вчера призвали в армию. Вот еду в Сочи тосковать и грустить. Смотрю, мужик руку тянет. Хайрула Абдулаевич. Все, бросил всех свои дела. Жену пять детей. Буду помогать, грустить и тосковать. Подошел летчик, говорит, капитан первого класса, Сидоров готов так же помочь. Все-таки хорошие у нас люди. Всегда поддержат в трудную минуту. И до самых Сочи я сидел и радовался, как дитё. Потому что под шумок взял у Танечки номер телефона. Вот вы известный во всём мире психотерапевт. Везде успеваете, ко всему относитесь с оптимизмом. В чём ваш секрет? Я просто ни с кем не спорю. Но это же невозможно. Ну, невозможно, значит, невозможно. Дуэт их всем приходится по вкусу. В их выступлении и мощь, и сила. Они на сцене будто минус с плюсом. Как только вместе, тогда искрят. Ну что, записался к невропатологу? Да какой там? Все талоны разобрали. Так ты бы спал дольше. Спал? Да я в три часа ночи уже в очереди у поликлиники первым стоял. И что? Что? Семь часов открыли. Сказали, к невропатологу талоны закончились. Как так? Вот так. Сказали, по телефону записывайтесь. Ну, а номер? Номер ты записал? Ну, конечно. Вот. Ну, так давай, набирай. И громкую связь включи. Здравствуйте. Вы позвонили в поликлинику. Ваш звонок очень важен для нас. Чтобы записаться на прием ко врачу, прослушайте все варианты, прежде чем сделаете выбор. Вам нужен терапевт? Нажмите. Один. Кардиолог. Два. Травматолог. Три. Пульмонолог. Четыре. Ревматолог. Пять. Окулист. Шесть. Уролог. Семь. Логопед. Восемь. Хирург. Девять. Вам необходимо попасть к невропатологу? Да. Нажмите. Десять. Нажимай. Как? Тут только до девяти и ноль. Господи. Ну, нажми один и ноль. А. И ноль. Да. Вы набрали один и ноль. Данная комбинация цифр предполагает, что вам нужен невропатолог. Да. Нажмите один, если это не так. Два. Если хотите вернуться на прежний уровень меню. Три. Для того, чтобы заново прослушать основную информацию. Четыре. Если вы случайно набрали данную комбинацию цифр. Пять. Если вам действительно нужен невропатолог. О. Пять. Вы хотите записаться на прием к невропатологу? Да. Нажмите один, если вам будет удобно, в понедельник. Два. Во вторник. Три. В среду. Четыре. Четверг. Пять. В пятницу. Давай в понедельник. А. Один. Вы хотите записаться на прием к невропатологу в понедельник? Да. Нажмите один. Если вам будет удобно, с восьми до десяти. Два. С десяти до двенадцати. Три. С двенадцати до четырнадцати. Четыре. С четырнадцати до шестнадцати. Пять. С шестнадцати до восемнадцати. Так, давай пять. Почему пять? Давай лучше один. Ну, давай. Один. Вы нажали один, чтобы записаться на прием к невропатологу в понедельник с восьми до десяти утра. Да. К сожалению, все талоны на это время уже закончились. Попробуйте получить талон к невропатологу в порядке живой очереди. И не забудьте взять направление у терапевта. Спасибо, что вы воспользовались нашей коммерческой службой записи в поликлинику. Стоимость одной минуты разговора составляет триста рублей без НДС. Спасибо, что эти десять минут вы были с нами. Будьте здоровы! Как дела, Зая? А ты кто вообще? Да какая разница? Ты отвечай на поставленный вопрос. Любой тут кто б у нас не появился. Без исключения. Рожденный дважды. Он первый раз физически родился. Ну а повторно уж как артист. Неудобно вам признаваться, но я, честно говоря, человек не бедный. Даже по меркам не бедных людей. Но на днях из моей жизни ушла моя верная спутница – заначка. Да, у богатых людей тоже есть заначки. Ну это, конечно, не деньги, там, не акции, не ассигнации. Моя заначка была такая немаленькая кучка многокаратных бриллиантов. Знаете, где я их хранил? В банке? Не, не в банке. Банкам я не доверяю, я сам банкир. Спрятал я заначку в старых охотничьих сапогах на антресолях третьего этажа нашей скромной квартирки. Вечером прихожу домой, сердце не то что ёкнуло, ёкало-манекнуло. Антресоли пустые. Жену спрашивают, что прислуга делала генеральную уборку. Жена говорит, нет, представляешь, я сама. С чего это вдруг? А мне психолог посоветовал, сказал, что домашняя работа очень сильно развивает интеллект. Я спрашиваю, а где мои старые охотничьи сапоги? Жена говорит, с остальным хламом на мусорке. Я теряю дар цензурной речи, говорю, мать моего сына. Говорю, ты пока накрывай на стол, мать, а я пойду подышу свежим воздухом, мать. Говорю, со стола мать сэндвич схватил, был голоден. В рот запихнул и голопом к мусорке. А там ё-моё, вторсырьё. Семь контейнеров. Все с горкой. В каком моя заначка, непонятно. Нет, можно было бы кого-нибудь попросить покопаться, но заначку я доверяю только двум людям. Себе и только себе. Хорошо вечерело, я поднатужился, крайний контейнер опрокинул. Вся эта мерзость высыпалась. Взял какую-то палку, приступил к раскопкам. Миллиардер хренов. Ковыряю контейнер, заначки нет. Вдруг соседи с нижнего этажа, кучерявые со своей гиппопотамшей, театралы-завистники вдвоём мусорное ведро выносят. Увидели меня, ручками сплеснули. Говорят, какое у вас интересное хобби, Степан Степанович. А я стою, сэндвич дожёвываю. Гиппопотамши спрашивает, а вы покушать вот в этом контейнере взяли, да? Так вот, у нас бесплатно ещё чистенькое. Кучерявый этот богемный театрал говорит, дорогая, это действо. Нужно наблюдать в портере. Побежали за стульями. Настроения, конечно, никакого. Я второй контейнер опрокинул. Откуда ни возьмись. Полицейский. Мне говорит, слышь, бомжар, ты поаккуратней ковыряйся. Насвинячил тут. Ну, я дурака включил и говорю, господин поличмейстер. Ну, что с меня с бомжа взять? Говорю, ну, что с меня взять? Хотите, я вам преступников сдам? Вон, ворюги мебель выносят. И тут эти придурки со стульями бегут. Ну, поличмейстер. И хоп, подбел рученьки в отделение разбираться. Шутка шикарная, но мне не до смеха. Я второй контейнер расковырял. Бриллиантов нет. Подбегает ко мне какая-то псина. Давай меня облизывать. Хозяин ей, фу, лорд, не лежи, дурак, сдохни. Отойди от этого чучела-вонючила. Я ему говорю, ты на кого, дятел, гнездом шуршишь, а? Мой одеколон дороже твоей квартиры. Хозяин собачки мой говорит, ах, оказывается, это ваш одеколон. Кто-то, я чувствую, весь квартал задыхается. Ну, действительно, фирма. Я ему ничего не ответил, потому что в третьем контейнере заначки нет. Настроения совсем никакое. Подходят двое. Не поймите нас привратно, уважаемый соплеменник, но это наша столовая. Отступать некуда, позади три контейнера унижения. Вдруг один бомж мне говорит, а чё ты свежий масол топчешь, а? Я не знаю, как у меня это получилось, я ответил, потому что я вегетарианец. Вдруг один выхватывает нож, другой из-за пазухи достает кирпич, и мне было видение, я увидел свой некролог. Владелец крупнейшего банка погиб на помойке в стычке с бомжами. Вдруг тот, кто с ножом, берет у другого кирпич и хрясь пополам его, прямо как ниндзя, и говорит, раз ты вегетарианец такой голодный, на, отъедайся хлебушком, а мы пойдем к Васькиным контейнерам, у него как раз сегодня день рождения. Я аж прослезился. Четвертый контейнер, нет заначки. Тут из-за угла выскакивает мой компаньон, в смысле конкурент. Попался, говорит, Степа, три месяца тебя ищу, когда полста тонн баксов вернешь? Я ему говорю, Володюшка, какие деньги, ты посмотри на меня. Вован меня взглядом окинул и говорит, слушай, а я думал, ты врал, что бабла нет. Говорит, это же надо же, до чего кризис человека довел, а? Слушай, пожалуй, долг я тебе прощу. И укатил. Стоп, думаю, у кого я еще денег взаймы брал? Может, раз в месяц на мусорке кредиторов принимать? Пятый контейнер, бриллиантов нет. Я прислонился к шестому контейнеру, размышляю о смысле жизни. И тут откуда ни возьмись мой сынок, а с ним невеста и ее родители. На смотрины. Сын мог бы сделать вид, что он меня не заметил, но от ужаса он произнес роковую фразу. Знакомьтесь, это мой папа. Господа хорошие, дальше буду рассказывать в лицах, чтобы вы прочувствовали. Невеста. Валера, ты же говорил, что твой папа крутой, а он, оказывается, бомжурик. Мама невесты. И у этого человека я собиралась учиться жить. Папа невесты. Дорогая, закатай рукава и учись, а еще два полных жбана осталось. Невеста. Валерочка, что ты имел в виду, когда говорил, что пойдешь по стопам отца? Папа невесты, ягодка моя. Всякий труд почетен. Поверь, солнышко, люди выкидывают массу интересных вещей. Твой муж завалит тебя подарками. Мой придурок, что за бред, я учился в Лондоне. Папа невесты, а что, там какие-то особенные помойки, да? Мама невесты, я не собираюсь родниться с мусорщиками. Папа невесты, цыть. В конце концов, они ждали нас в гости. Может, его жена за продуктами послала. Мой придурок, мы покупаем продукты в супермаркете. Папа невесты, ну, ты, Валерко, не прибедняйся. По всему видать, что вы покупаете продукты в гипермаркете. И тут моя финальная фраза. Пошли все вон! Не мешайте работать! Невеста в слезах убежала. Эта компания за ней. Я помойку доковырял. Нет бриллиантов. Прибегаю домой, спрашиваю жену, ты точно выкинула мои старые охотничьи сапоги? Жена говорит, да, да, точно выкинула. Куда? Она говорит, ну, как положено. Запихнула в этот большой пакет для мусора со всяким хламом. Да вот же он в прихожей стоит. Ты что, не видишь? Я чуть зубы не сломал. Ты же сказала, что на мусорку отнесла. Жена мне говорит, еще раз. Бриллианты от меня спрячешь? Скажу, что на городскую свалку вывезла. Там ты вдоволь накопаешься. А бриллианты, можешь не беспокоиться, в надежном месте и достанутся той, которой они должны достаться по праву. Вот жены, а! Вот они думают, что мы можем тратить заначку только на баб. И на водку. Милые наши, хорошие. Ну, как же вам не стыдно? Ну, водка и бабы, это же пошло. Ну, берите выше. Гораздо выше. Наша мечта – шампанское и женщины. АПЛОДИСМЕНТЫ Викуся! Да? Викуся, давай после салона устроим большой шоппинг и купим все новое. Говорят, раз в год нужно обновлять свой мир. Одежду, мебель, любовника. Так говорит мой инструктор по феншую. Клево. А что по этому поводу говорит твой муж? А мой муж по этому поводу ничего не говорит. Его дело – оставить деньги и уехать в командировку. Вау! А мне тоже вчера предложили выйти замуж. О! Поздравляю! А кто? Мои родители. АПЛОДИСМЕНТЫ Всегда вдвоем. И ежику понятно. Вдвоем на сцену, вдвоем обратно. И скажем честно, так это приятно, что даже ежик упал в кустах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здесь останавливается 149-й автобус? Здесь. Он же до 45-го километра идет, да? Садовое товарищество «Огонек». Совершенно верно, да. А я вас что-то раньше не видел. Вы что, дачку прикупили? Да нет, что вы. Я дачница со стажем. Но я всегда вот на 534-м ездила, а сегодня у подруги ночевала, и от нее 149-й ближе, да. Вот. Что-то он задерживается. Ой, да вы знаете, здесь такой поворот сложный. Там наверняка авария. А вы знаете, вот я считаю, что в авариях гаишники виноваты. Я вот когда аварию вижу, их машина всегда рядом стоит. И как-то вы на меня так смотрите. Взгляд у вас какой-то холодный. Так у меня один глаз минус 5, другой минус 8. А как вас зовут? Ну как меня зовут? Как грузинскую царицу. Нефертити, что ли? Да нет. Тамара. Тамара Ивановна меня зовут. Интересная вы женщина, Тамара Ивановна. Да что вы. Симпатичная. Ой, да не надо. Вот бы мне такую соседку подачи, а? Тамара Ивановна. А вот вы знаете, мне так не повезло. Да что вы. Вот прям через забор, вот прям рядом соседка, ну такая грымза, а? Да вы что? Просто ужас какой-то. Вот не повезло, кошмар. Ой, да вы знаете, у меня с соседом такая же борьба. Просто война. Представляете, он придумал, что я у него клубнику ворую. Представляете, я клубнику ворую. Я не знаю просто. И главное, следит за мною. Ну близко не подходит, боится. Издалека следит. Что он там видит, не знаю. Но следит. Вот так вот лицом в грядку упрется и следит. Я за все годы только его зад и видела. Да вы не обращайте внимания, господи. Я прям не знаю. Я вас умоляю. У нас же есть самое главное. У нас есть кусок земли. У нас есть дача. Ой, вот это вы правы. Вот это правы. Ну дача это вообще. Это мое все. Вот вы знаете. Дача это для меня прежде всего здоровье. Ну это же. Ой, ну сейчас же все. Ну все химия. Кругом сплошная химия. В магазин зайдешь, чупа-чуп купишь, состав прочитаешь, понимаешь, что палочку съесть будет здоровее. А я вам... У меня все свое. Все натуральное. Вот это правильно. Я за этим строго слежу. Мне вот привезли навоз. Я говорю, сертификат покажите. Они мне, какой сертификат? Это же натуральный продукт. Не скажите. Вон в прошлом году привезли. Контрафакт. Подпольный китайский продукт. Да что вы. Ой. Прям даже не знаю. Как вы думаете, какой в этом году урожай будет? Да я думаю, средний. Я думаю, похуже, чем в прошлом году. Но получше, чем в будущем. Вот хорошо бы. А то я, знаете, мешок картошки посадила. Мешок собрала. Так это хорошо. Ни одна не пропала. Тамара Иванович. Да. А у вас пугало есть в огороде? Да зачем мне пугало? Я сама целый день на грядках. Лицом в землю, кормой к солнцу. Напрасно я вам скажу. Очень полезная вещь. Я у себя такое страшное пугало поставил. Мне вороны за прошлый год урожай вернули. Да вы что? Слушайте, надо прям подумать. Прям не знаю. Слушайте, какая вы интересная женщина. Да что вы. Вот бы мне такую. Вы меня прям смущаете. Вам такую. А жена не заревнует? Так, а я не женат. Да что вы. Да. Такой интересный мужчина. И не женат. Как же так получилось-то? Да вы знаете, как-то вот не найду свою половинку. Даже в газету объявление давал. Садовод. Да что вы. Да. Познакомлюсь с женщиной. Коротко о себе. 20 гектар огорода. И как? Да как-то ни одна не отозвалась. Жаль. Жаль, что я эту газету не выписываю. Прям вот жаль. А я, знаете, все больше айболит. Исцели себя сам. Такой-то ты. Что, больная что ли? Да что вы. Я здоровая. У меня, правда, ноги болели. Но я вылечилась. Народными средствами вылечилась. Прям за один сеанс. Я ноги гелем для ног лошадиная сила намазала. Представляете? Три дня домой попасть не могла. Проскакивала. Вы знаете, я тоже к врачу пришел. Говорю, у меня в ухе звенит. Он говорит, так а вы не отвечайте. Да, к врачам лучше не ходить. У меня, знаете, у меня бабушка, когда ей 65 лет было, она пошла к участковому. Вот пришла, говорит, болят ноги. Та ее посмотрела, пощупала. Говорит, ну, вы знаете, вы здоровая. Вам просто надо каждый день по 5 километров ходить. Представляете, 65 лет, каждый день 5 километров. Вот так вот, вот. Сейчас бабушке 91. Где она? Что с ней? А вы знаете, мне тоже рассказывали, мужика одного привезли на скорой. У него гвоздь в голове торчал. Да вы что? Да, хирург посмотрел, говорит, срочно оперировать нужно. 6 тысяч долларов. Ой! Мужик говорит, так как же, у меня ж полис. А он говорит, по полюсу мы только загнуть можем. Чтоб не мешал. Вот так. Тамара, какая вы симпатичная женщина. Да что вы? А выходите-ка за меня замуж, а? Ой! Прям так сразу, прям замуж. Ой, у вас носки разные. Да с ними все время, с этими носками. Никогда пару не найдешь. Слава богу, у человека голова одна, а то и с шапками такая проблема была. И вы знаете, у вас шнурок развязался. Так я сейчас залежу. Боюсь, да, наступить. Подержите. Да подержу с удовольствием, конечно. А вас случайно не Петром зовут? Пётр Сергеевич Пушкарь. А адрес дачи Садовая 18? Садовая 18, а вы откуда знаете? Ну, здравствуй, сосед. Садовая 18, ты посмотри, как она маскируется. Да прямо такая женщина, ой, интересная, как у царицы. Совсем другие слова говорят. Клубника не стала поперек горла, нет? Да подавись ты своей клубникой, придурок. Да я лучше пешком до города пойду. Иди, козёл! Чуть ли за козла замуж не вышло. Дорогой, у меня для тебя две новости. Да? Интересно, какие? Одна хорошая, а другая плохая. Ну, начни с плохой. Я потратила все твои деньги. А хорошая? Я люблю тебя, даже нищего. Ему эстрада, дом, жена и дача. Он здесь родился, ну, в известном смысле. И этот факт для всех, для нас удача. У нас на сцене Аванесян. Карен. Я телефон себе крутой купил. Смартфон. Настоящий. За 500 рублей. Все же молодцы, китайцы. Аппарат супер. Телевизор, МП3, видеокамера. Ну, правда, есть недостатки. То СМС не отправляется. То и ММС не на тот адрес уйдет. Ну, вот на день влюбленных отправил жене Валентинку. Со словами. Люблю, скучаю, не могу. Так она пришла к моему начальнику. Отправил дочке СМС, что через пять минут буду дома. Так у соседки из окна мужик выпрыгнул. Вместе со шкафом. А недавно устроил жене романтический вечер. И только приступил, так сказать, к торжественной части, как у него сам включился навигатор и стал орать. Прижмитесь вправо. Вы сбились с маршрута. Развернитесь. А в самый, я извиняюсь, момент стал визжать, что я превышаю скорость. Виброзвонок у него такой сильный, что если он зазвенит в кармане брюк, пуговицы ширинки срывает. Ну, это все ерунда. Главное, что созвониться с него просто невозможно. Ну, все время не туда попадаешь. Вот я недавно с женой и с тещей сильно поругался, психанул и решил себе участок земли купить, чтобы жить от всех отдельно. Это пекинская погремушка. Все напутало. И вместо садового товарищества я попал в ритуальную контору. Я говорю, алло, женщина, я хотел бы участок купить. Шесть соток. Она говорит, а зачем вам столько? У нас участки два на метр восемьдесят. А шесть соток это на сто пятьдесят мест. Я говорю, не, мне сто пятьдесят не надо. Мне на одного. Я с семьей поругался, понимаете? Так достали, что скоро повешусь. Хочу от всех скрыться. В моем маленьком небольшом участке. Буду целыми днями лежать и отдыхать. В моем маленьком деревянном домике. Я говорю, главное, чтобы... чтобы соседи были небуйные. Ну, чтобы после одиннадцати не шумели. Она говорит, а они у нас и до одиннадцати тихонькие. Я говорю, это хорошо. А вот речка, чтобы была рядом, я вечером буду выходить купаться. Не знаю, до чего бы я договорился, если бы оттуда теща меня не окликнула. Зятёк, запиши меня к хирургу, у меня ноги не ходят. Ну, я стал звонить в поликлинику. И опять не туда попал. Попал на бебельную фабрику. А я давно хотел кухню дома поменять. Воспользовался моментом. Я говорю, алё, девушка, а можно у вас кухню заказать? В этот момент тёща зашла в комнату. Она думает, что я с врачом о ней разговариваю, про неё говорю. А я-то про старую нашу кухонную мебель рассказываю. Я говорю, понимаете, девушка, наша-то уже совсем старая. Вот, как с женой сошлись, так она у нас и появилась. Глаза, говорит, уже на неё не смотрят. Хотел её даже с девятого этажа выбросить. Ну, что это такое? Она вся скрипит, дребезжит. По бокам вздулась. Сзади всё вываливается. Труха из неё сыпется. Так что хочу отвезти её на дачу, разрубить на части и сжечь. Или отдам соседу. Он из неё скворечников наделает. И тут тёща так завопила, что наш кот, сидя в лотке, сходил мимо. А недавно жена моя в больницу легла на обследование. Ну, я решил позвонить, узнать, что да как. То ли я не те иероглифы нажал, то ли что-то замкнуло этого шанхайского чуда. Только вместо больницы я попал в ветеринарную клинику. Я говорю, алё, доктор, к вам вчера пациентка поступила. Врач говорит, а-а-а-а! Так это ваша сучка! Я говорю, доктор, зачем так сразу? Ну, она, конечно, не подарок, но чаще она добрая. Врач говорит, ничего себе добрая! Хотели ей брюшко побрить, чтобы УЗИ сделать. Так она всех облаяла, а анестезолога заново укусила. Тот с испугой сам себе вколол наркоз. Вторые сутки разбудить не можем. Я говорю, подождите, подождите. А УЗИ-то зачем? У нее что, проблемы? Врач говорит, да нет, все хорошо. Беременность протекает нормально. Семерых насчитали. Я говорю, как семерых? Откуда? Врач говорит, ну уж точно не от верблюда. Видимо, пока вы гуляли, она бегала к кобелю. Лучше, говорит, за ней следить надо. Ну, что это такое? Ну, зубы стертые. Усы не стриженные. Зад не щипанные. Мы с левой ноги шесть колтунов срезали. Ну, если так можно, она же все-таки член вашей семьи. Сколько она уже, говорит, с вами? Я говорю, ну уже лет десять. А до этого два года встречались. Ну, говорит, отлично. После беременности сразу приходите к нам. Мы ей за восемь тысяч клеймо на брюшке поставим с номером вашего телефона. Я говорю, не надо. За восемь тысяч я и сам телефон напишу шариковой ручкой. Врач говорит, ну смотрите, дело ваше. Но у нас лучшая ветеринарная клиника в городе. Я как про ветклинику услышал, от радости даже заскулил. Ну, а потом был случай, про который даже рассказывать неудобно. Ну, я хотел позвонить в магазин «Все для дома», а попал в интим-магазин. Я говорю, алло, здравствуйте, мне нужна толкушка. Только не резиновая, как сейчас делают, а простая деревянная. Продавец говорит, я тут три года работаю, но про деревянные даже не слышал. Я говорю, ну это, наверное, потому что вы молодой. А наше поколение пользовалось только деревянными. Она мне для хозяйства нужна. Продавец говорит, а больше вам для хозяйства ничего не надо? Я говорю, как это не надо? Хозяйство у меня большое. И тут он так на меня заорал. Ну, короче, замучился я с ним, как китайцы со своей рождаемостью. И выбросить жалко, и пользы никакой. Ну, у меня, правда, в прошлом году сосед один сверху залил. Вот я ему этот китайфон на день рождения подарю. Пусть теперь он с ним помучается. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, у вас есть сыр Рокфор? Что это? Это такой сыр с плесенью. А-а-а, да-да-да-да. Нет, сыра нет, сыра нет. Но есть колбаса Рокфор, белый сыр Рокфор, селедка Рокфор. Любую роль сыграет с полуслова. Сама напишет и сама исполнит. Что говорить о наш Коростелёва? Сюда, на встречу, сама идёт. Борьку хряк это продала. Купила компьютер. Брат-то у меня, Василий, в городе живёт. Так запозорил меня. Письма, говорит, надо на компьютере писать. Чё ж ты всё, говорит, языком-то конверты наяриваешь. Пошла покупать, а там их столько. Растерялась, не знаю, какой брать. Взяла самый хороший, самый большой. Семьдесят рублей отдала. Ну, мне сразу, конечно, в кредит взяла. На двадцать пять лет. Вот хочу освоить и брату Василию на компьютере письмо написать. А чего освою, да? Я девка-то головастая. У меня в школе ни одной тройки не было. Одни двойки. Так, включаем. Глянь, как поёт. Написал чего-то. Добро пожаловать. И вам здравствуйте. Чтобы вам было удобно работать за компьютером, положите коврик под мышку. Что-то не очень-то удобно стало. Ну, раз надо, так. Закройте окно. Мамка, окно закрой. И что духота? Компьютер говорит. Возьмите мышку. Вот хорошо, Барсик-то поймал. Приводится. Чем... Нажмите мышкой пуск. А морду-то нажимать или вдруг... Пуск. Пуск. О, игры. Вот это хорошо. А то я ж весь день на ферме-то с четырёх утра. Вот на ферме в голове. Хоть отдохну, развеюся. Ферма. Да вы чё, о, сатанель там, что ли? Каждый день-то я с четырёх утра. Ну-ка, другие игры. Разложите косынку. Пользуйтесь Яндексом. Найдите, что вам нужно. Мне бы порное молоко-то продать. А как пишется, порно или парное? Порное. Пор-но. Глянь, это чё, доярки, что ли? У них таки... Их самих доить надо. Глянь, мужик какой-то к ним пришёл. Наверное, начальник. Ой, как он строго с ними. На что начальник, нас только на словах. Ой, видимо, молока много наворовали, раз он с ними так. Хочешь похудеть на 40 килограммов за три дня. Исключи всего три продукта. Сладкое, жирное и съедобное. О, глядя, новости. Британские учёные установили, что шоколад поднимает настроение. Это они ещё водку не пробовали. Новости красоты. Подтяжки на лице помогают сохранить молодость. А как их на морду-то цеплять? Две тут, а те... Надо попробовать, батьки, не то. Увеличение груди. Увеличу нас две груди, третью увеличим бесплатно. Господи, вот что за мод такая пошла? Кто губы надувает? Кто сзади пришивает? Кто спереди? Папоньки, вот как не понимают, как жигуль не тюнингуй, мерседес не получится. Вот мне подруга-то написала. Я живу хорошо. Муж у меня богатый. Хожу в норковой шубе. Я из жены иномарки. А внизу приписка. Ну, как ты? Вышли мне на мыло. Вот вся правда-то и вылезла. Послала ей 15 рублей на дегтяр нахвате. Компьютер написал. Внимание, у вас недостаточно памяти. Чё ты врёшь? Я всё помню. Материн день рождения 5 марта. Батькин 17-го. Нога у меня 37-й размер. Вторая 39-й. Хочешь модную музыку? Качай. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыки-то нет. Ничего. Хочешь, чтобы твои фото увидела вся страна? Заливай сюда. Хочешь получить приз? Кидай сюда свои ролики. Здравствуй, дорогой мой брат Василий. Пишу тебе письмо, как ты мечтал на компьютере. Действительно, ты правду говорил, что на компьютере-то писать гораздо удобней. А табуретку-то деревянную я выкинула. Потому что на компьютере писать письма лучше. Не скрипит, не шатается. А главное, ни одной занозы. С уважением. Твоя сестра Верка, которая теперь не просто, а очень продвинутая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушай, а чё это я вот... Так ведь вчера свадьба была. Да. Да. А я... А ты жених. Я жених? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Я жених... АПЛОДИСМЕНТЫ Я женихрена не помню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас он рассмешит всех вас нехило. Мы утверждаем. Уж вы поверьте, он выйдет не с трагедией и с хило, а с монологом. Причём смешным? АПЛОДИСМЕНТЫ Мне, ну, расскажется, что у меня самая нервная работа. Да в ЗАГСе работаю. Вчера три пары развёл. Сначала пришла одна дамочка, плакала, что она устала от мужа. Говорит, представляете, считает, что жену надо выбирать как автомобиль, чтобы была, значит, красивая, экономичная и побольше лошадиных сил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такой, говорит, грубый. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно задержалась у подруги. Знаете, как он ребёночку колыбельную пел? Баю, баю, баюшки, баю, где же носит мать твою? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Другая разводилась из-за мужа алкаша. Представляете, ещё совсем недавно был уважаемым директором. Это надо умудриться пропить ликёроводочный завод. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтоб я, значит, не заметила, сел над ноутбуком, пятнадцать минут в него смотрел с умным видом. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока я не подошла и не закрыла чемодан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, вот у меня вот такое ощущение, что многие женщины уже не ждут принца на белом коне. Многие уже одному коню рады. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот для многих женщин мужчина как мышка. Сейчас поясню свою мысль. Вот так. Отдельно смотрит, да? Хорошенький. Правильно? В доме заведётся, начинают травить. АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера был у меня один такой затравленный. Прибежал, женился по глупости, развожусь по уму. АПЛОДИСМЕНТЫ Жена, бывшая фехтовальщица, всё время в меня вилкой тычет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще не понимает, что говорит. Всё время мне твердит, что надо легко расставаться с деньгами. АПЛОДИСМЕНТЫ И всё-таки одну пару мне кажется удалось спасти. Ну, правда, тоже со слезами всё начиналось. Она, в общем, писательница. Она, как она рассказала, влюбила, значит, его в себя своей интересной книгой. Но, говорит, после первой брачной ночи прочла случайно в его дневнике книга лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом смотрю, он эту, говорит, таблетку в Ягру делит на четыре части. Я говорю, что её делить? Её надо целиком пить, если надо. Что ты её делишь на четыре части? А он, а, мне, говорит, только тебя поцеловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ему говорю, а как же, говорю, супружеский долг? Так он мне долги, говорит, ночью не отдаёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Плохая примета. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, я бы на вашем месте всё-таки бы не горячился, потому что, ну, сейчас с женихами сложно, мужья в дефиците. И вообще, знаете, я вот недавно, говорю, был в санатории, знаете, говорю, как там ведущий объявил дамский танец? Дамы приглашают то, что есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во Франции невесты для своих женихов делают деликатес из лягушек, ну, мы-то россияне, мы лягушек не едим. Мы по преданию на них женимся. АПЛОДИСМЕНТЫ ты на свидание идёшь, я говорю, ну, чё ж без цветов? А он, а, у меня трусы в ромашку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот психологи считают, что главное, это психологическая совместимость. Они как говорят, что даже не важно, там, ну, там, хорошие люди, там, или не очень, важно, как они говорят, чтобы они совпадали своими тараканами. Вот я знаю, семья Пинякины совпадают с счастливой. Она такая сложная, слышит, как дышат помидоры. Он по ночам с фикусами разговаривает. Он ей стихи читает поздней осень. Грачи улетели. Она, ну, почему улетели? Потому что клевать нечего. Не, ну, подходят друг к другу, как Гондурас и Гвадилупа. А что, она из Иваново, из города Невест, он из города Женихов, из Магадана. Не, подходят, подходят. Они в машине едут, она за рулем, он ей, куда она красный? Она, утром ехала, вроде зеленый был. Они рассуждают в унисон, а он так любит пофилософствовать, он, ей, не люблю идиотов. И она ему как-то в так-так, а зря говорит, себя надо любить. Ой, дорогие мои, у меня из-за вас вся душа изболела. Сколько вы мне рубцов оставили на электрокардиограмме? Потому, позвольте, пару советов. Дорогие мужья, бережнее относитесь к своим женам. Помните, что хорошая жена это пожизненный абонемент на трехразовое питание. АПЛОДИСМЕНТЫ Женщины, ни секунды не сомневайтесь в своей неотразимости. Не комплексуйте вы по поводу своей пышности. Знаете, какой мужской девиз? Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И по секрету, знайте, что мужчина это тот же танк. АПЛОДИСМЕНТЫ Куда смотрит пушка, туда и башня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, а тем, у кого нет, ну, абсолютно, ну, никаких проблем, тем надо срочно жениться. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в чем дело? Доктор, помогите, у меня нос заложен. Господи, ну, у меня квартира, машина заложена, а вы тут со своим шнобелем. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть солнечные ванны и морские, и те, и эти весьма полезные. А мы же предлагаем вам смешные. Они же, в общем, здоровье для. Будьте здоровы, ведущие. АПЛОДИСМЕНТЫ Иди отсюда, закрой фару. Петром взвелась. Ты вот и мне покажешь. Петром Ильич! А, Петром Ильич! Что тебе? Петром Ильич, у тебя больше чемодан в дорогу есть, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем тебе, Петром Ильич? А мы с Гришкой на курорт едем. Ух ты! Отдыхать на море. Ух ты, ёжкин! У, Турцию! АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько можно одними грязями-то лечить-то дать? А, ну это понятно, конечно. Нет, Петром, чемодан нет, а вот мешок-мешок могу дать. Ты чё с тебя паныч? О! Мало того, что у меня Кира запасла ножки по колено, так чё с мешком наперевес? Там же чайкурочек! Море! У Турции я и... Ну и чё? Чё, чё, чё? Чё я наём не бывал, чё ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Был? Ну? На море? Был, но точно не помню. Ну, воды был до чёрта! Ну? Солёной хош вода-то? Я съел солёная. Благодать! Петровна! Чего? А у тебя, Энта, купальник-то есть, курортница? Да я так, в трусах. У трусах она. Ты, Энта, Чего? Ты, Энта, пока трусы свои подкачешь, солнце зайдёте. Ты, Энта, Чего? Э, шляпу вздеть не забудь. Ты, Энта, про солнечный удар-то слышала? Ну? Ну, так, лупанёк по морде. Крякнуть не успеешь. А мне он дед Егор-фетру обещал. На? Деда! Шляп ты неси! Какой деда? Какой деда? Это с чучела у него в огороде стоит. Правда? Ну? А я коломана. А я с ним целое лето разговаривала. Да ладно, Энт. Газетки прикрой, что я хорошо. Ну, ещё лопухами прикрой. Ну, так и быть. Ладно, так и быть. Я тебе, Энта, свою шляпу дам. Которую? Да. Ту, что, из мехаёжиков? Или, который гнездо с яйцами? А что тебе яйца-то? Вместе с ими оденешь. Побьёшь, маска будет. Ага. Кожу лица подтянешь. Ты лучше смотри. Чего? Чтобы твой этот лопоухий не шатался там по борделям, казино, столовкам всяким. Нет, у меня там никогда не ищут. Ну, и хорошо. Я даже думаю. На. Не подзаработать ли мне там в бордельном рабстве? Не вздумай, Петровна. Ты это, на себя-то посмотри. А чё такое? А чё такое? Останешься должна турком. За нанесённый эстетический ущерб. А как, Степанович, я сейчас без работы ты не могу, ой. Ну, ты это... Чего? Ну, пособирай там колорадских жуков с кактусов. Ты мне лучше скажи. Чего? А где вы там жить со своим лопоухим собираетесь, а? А Гришка сказал в пятиконечном отеле. Ух ты! С видом на удобство. Ох ты! По системе всё включено. Всё бесплатно. Вот только выпуска за свой счёт. А где он у вас в свой счёт? У вас с Гришкой ноль-ноль не в вашу пользу. Ты мне лучше скажи. Чего? Как там сожратвой будет? А то я тебе как друг советую. Она. Купи у меня кусок сала. Вчера кабальчика закололи. Я сам сдох. Я уступлю. Не надо нам. Не надо нам. Гришка сказал, там будет шведский стол. Я понимаю. Я ж не дурак, а? Шведы нажрутся. А вы? А чё ты завёз-то? Чё ты завёз-то? А чё ты завёз-то? А то и завёз-то. Кто ж вам ещё-то что подскажет, да? И главное, Петровна, вот это вот деньги и всё, что ценное, это в одежду зашейте и нигде эту одежду не снимайте. Зашил уж. Молодец. Только чай жарко будет в ватнике всё загорать. Вы чё с Гришкой у Турции в ватнике шоль попрёте? Ну как же, раз жизнь на мой, чтоб Гришка ноги свои не пополоскала. Ты чё с тебя панель? Да ты шо, ну ладно ты. А Гришка твой в чём там будет, а? Он как всегда в своём повседневном костюме. В каком таком повседневном костюме? В тройке. В какой-то тройке? В трусах и в двух ножках. В этом и купаться будет. Да ты что? Да это же море, оно заражено всякими вредными палочками. И все встают поперёк горла. А главное, Петровна, и сюда. Акула, акула. Чё съест? Вот съест, не съест. А обгрызёт точно. А Гришка сказал, мы там чай на матрасе будем плавать. Давайте, давайте. Позорьте страну-то. Мало бы нам здесь целый год на этом матрасе толкались. Вы ещё и в Турцию попрёте. Ну ладно. Гришка твоя и без этого. Каждый раз на этом матрасе без Турции плавает. Ты лучше это... Чего? Купи у меня резиновую лодку, а? Она такая дырявая. Мне и твоя резинка в прошлом году всё лето вместо юбки носила. Ну на сила. Носила. Носила. Ну я же уступлю. Не надо нам. Не надо нам. Ну а как же вы туда добираться будете, а? Петровна. Ну чай не на твоей же резиновой лодке. Ну это понятно. Чай на самолете полетим. Ух ты. Там за нами стюардесса будет ухаживать. Вот это да. Еду разную разносить. Специальные пакеты. Если затошнит. Чем кормить собираются, Петровна? Если вас даже затошнит, а? А там наверху, ты послушай. Ни специальных построек, ни кустов нету. Как вы ем-то делать-то будете, а? А чё, не выпустят самолеты, чё ли, а? Не люди, чё ли, а? Выпустить-то выпущут. Назад-то не впустят. Это не курорт, наверное, по гибели, а? Ну я ж не говорю. А тут чё, я всю жизнь купалась в своём жебячем болоте, а теперь попросту море палочкой давится. Не надо нам только вот так. Гришка! Гришка! Не надо, сиди там, не собирайся баканы. Гришка, распаковывай свои эти вот эти. Не скид распаковывай. Слушай, Петровна, Петровна, ты мне свои путёвки отдай. Ага. Я у меня с вас полечу. Ага. И всё этим туркам вот прям так в глаза и выскажу. Ай, спасибо тебе, Степан. Пожалуйста. А выручил. Пожалуйста. Ты чё, можно нас ради, ради нас в жизнь рискуешь, да? Ну это уж как получится. Это чё, мы теперь тебе вечные должники будем? Петровна, ну конечно будете должны. Ну, слушай, Петровна, ну свои же люди-то сочтёмся. Ай. Кто же вам ещё-то поможет? Ой, мужчина. У меня от вашего взгляда аж холодок по спине пробежал. Холодок? Ну всё правильно. У меня левый глаз минус четыре, а правый вообще минус восемь. Ой. У нас совсем легко достичь успеха. Что в самом деле и как же это? От смеха, если зритель с кресла съехал, то своей чели артист достиг. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя миниатюра посвящается женщинам. Ну, говорят, женщина это загадка. Это действительно так. Алгоритм действия мужчины можно как-то просчитать. Что сделает женщина в следующее мгновение, это большая загадка. У меня знакомый говорит, из-за такой загадки по имени Людмила Павловна меня брата из армии попёрли, уволили за три минуты. Я говорю, ну расскажи. Он говорит, история короткая. Он был дежурный по части. И у него в этот день был день рождения. И он возьми и пригласил Людмилу Павловну, свою знакомую, отметить. Говорит, Люда, приходи. Я сегодня в части главной. Только сдвинули фуржеры с шампанским. Тут тревога. Она говорит, надо же. Ну, 10 лет не было тревоги. Люда, я сейчас на построении, а ты тут затаись. Сюда комбат может зайти. Если он зайдёт, это всё. Она, что делает? Не знает, что делать. Что делать? Надеваешь противогаз для конспирации. Поняла она, поняла. Повтори. Она, что, дура, что ли? Всё сделаю. Иди тревожься, не тревожься. Иди давай, давай, давай. Пошёл, пошёл. Всё сделаю. Тревога закончилась. Он ей звонит. Говорит, Люда, ну что, заходил туда комбат? Нет? Люда, не молчи. Люда, для меня это важно. Она заходил. Надела противогаз? Нет? Надела. Да. Но он так не хотел, ты знаешь. Так сопротивлялся. Прям ни в какую. Но ты меня знаешь. Ты сказал, я сделала. Я на всякий случай его заместителю наделал. Кстати, я им сказала, что ты сказал для конспирации. Но одна женщина, это загадка. Когда женщин много, это целый кроссворд. Я был у своих знакомых. Они живут в небольшом городке на первом этаже. Однокомнатная квартира. И было лето. Окно было открыто. И вся часть женского населения, она вечером собралась на лавке. И я помимо воли сидел и слушал. Деваться некуда. Комната одна. И я предлагаю нам вместе с вами сейчас этот женский кроссворд поразгадывать. Одна начала. Ой, девочки. Я ж недавно была в Москве. Да? У дочки. Гуляла там. Ой. Гуляла по Москве целый месяц. Вот гуляла и гуляла. Утром зять выпускал. Запускал только вечером переспать. Вторая говорит. А мы с внучкой Лерочкой. Ей 19 лет. Красавица. Мы ездили в Анапу. Да. Хорошо так отдохнули. Но правда в конце, когда ехали на поезде, не повезло. В купе попался пьющий мужик. Вы знаете, вот я вот, девочки, выключаю свет, он лезет на полочку к Лерочке. Я включаю, гоню его оттуда. Выключаю, он на полочку к Лерочке. Я включаю, гоню, выключаю, он на полочку. И вы знаете, я вот тогда, девочки, успокоилась, когда он ко мне на полку залез. Третья молчаливая, такая задумчивая, с сигареткой говорит. Ой, девочки. А у меня вчера был вечер любви со Скольдом Петровичем. Ну и как, как там, девочки. Такого у меня еще не было. Чтоб вообще ничего не было. Самая говорливая. Ой, а у меня такое было, что лучше и не рассказывать. Вчера девочке катаю тесто для пельменей. Муж забегает, Коля. А я смотрю, дом 2, там такие страсти. Там же вот она ему рвет волос, да, последний. Он же ей изменил. Он забегает и хоп, на футбол. Я говорю, Коля, я же пропустю, нет событий. Я завтра на лавочке буду сидеть как дура, мне нечего будет сказать. Он говорит, там одни дебилы. И смотрит в футбол. Я говорю, Коля, перестань оскорблять мою любимую передачу. Он говорит, а кто смотрит, дебильнее в квадрате. Я говорю, вот я тебя прошу, хоть квадрат убери, Коля. А он оскорбляет. Я говорю, Коля, закрой рот. Вообще испортил настроение. А я же за ним стою. Вот его лысая башка. Вот мне скалка в руке. Он не закрывает. Он не перестает. Девочки, я что хочу спросить. Что ему отнести в больницу вкусненького, а? Такое ж сотрясение. Но, знаешь, я когда прихожу, он радуется. Радуется. Как ребенок радуется, да. Хоть и не узнает пока. Одна говорит, вы знаете, вот эти мужики, вот им лишь бы выпить. Дед сидел на лавке среди женской компании. Говорит, что там, что там про спиртное? Я б сейчас полтишок бы принял, чтоб взбодриться. Чтоб соколом себя почувствовать. Он говорит, ага. Вон Сиролеша с 12-й квартиры. Взбодрился литрушечкой. Сидит до сих пор в детской песочнице в позе орла. Взлететь, вылететь не может. Как бедная Лида с ним живет? Вы же мужики, вы же просто пьете нашу кровь, как комары, деда. Да ладно, вы еще комаров не видели. У меня он, зять, полетел на севера к друзьям. И говорит, сидят с ребятами на северах, отмечают День Северянина. Баба говорит, а когда он? Когда деньги есть. Сидят, ну, пьют водочку. А комары параллельно пьют их кровь. И зять, он там новый не выдержал. Говорит, ребята, да такие комары, как вертолеты. Да закройте вы окно. Они говорят, да закрывали, они его открывали. Самая интеллигентная параллельно. Девочки, а Галла со второго подъезда живет со своим-то Толиком? Нет? Да живет. Откуда видно? Да по лицу видно. Он фингал во всю фотографию. А за что? Да, он же утром собирался на рыбалку. Форточка была открыта. Весь район проснулся, как он на нее орал. Говорит, Галла, где мои охотничьи сапоги? И без конца, где мои охотничьи сапоги? Она не выдержала. Отнесла по месту охоты. Улица Декабристов, дом 5, квартира 6. Вдруг подъехал джип. Из джипа вышла такая модница, 20-летняя Леля. На вот такой шпильке, проходя мимо лавочки, резко повернулась, значит, ко всем женщинам со словами. Молчать всем, пока я не прошла. А вам, дедушка Федор, последнее предупреждение. И еще раз назовете меня щука. Что такое? Я как-нибудь, вон щука пошла, вон щука пошла. Что такое? Щука и щука. Пока Эдик на джипе не отъехал, он сейчас вернется, сделает вам физическое замечание. Бабка говорит, прости его, доченька старого дурака, он букву «С» не выговаривает. Но выговориться до конца им не удалось, потому что неожиданно пошел дождь, и вся лавочка опустела. А через час на лавочке появились совершенно другие персонажи. Мужчины с пибами и домино. Но это уже, как говорится, совершенно другая история. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...